И еще о подрастающем поколении. Депутаты областной думы обеспокоены качеством образования в профильных кадетских классах, которые сегодня очень популярны среди курских школьников. Внимание народных избранников привлекла 30-я школа, воспитывающая будущих пограничников. Также на заседании постоянного комитета обсуждался вопрос поддержки молодых людей, потерявших родителей. Новая законодательная инициатива депутатов подразумевает целый комплекс мер социальной помощи молодым людям, которые уже достигли совершеннолетия, но еще не закончили обучение и потеряли родителей. Безусловно, содержание, это, ну, вплоть до того, снабжение одеждой, мягким инвентарем, что называется, это все, что связано, так скажем, с обеспечением учебного процесса, приобретением учебников, вот, это все, что касается лечения, поддержки и так далее. Мы, государство, имеется в виду, должны и общество позаботиться и создать все условия для того, чтобы получил человек образование и, соответственно, далее вступил в сознательную жизнь, имея определенный запас, что называется, прочности. Приобретет ли эта инициатива законную силу, депутаты будут решать на ближайшем заседании Курской областной думы. Не меньше интерес у народных избранников вызвала и судьба кадетского движения в регионе. Сегодня в него вовлечено более полутора тысяч детей. Однако, связывают ли воспитанники профильных классов свою судьбу с профессиями, к которым их готовят со школьной скамьи? И как помочь ребятам выдержать вступительные испытания в крупнейшие российские вузы? В качестве примера взяли 30-ю Курскую школу, где несколько лет назад появился класс пограничников. Чтобы увеличить число поступивших, решено не только активнее проводить профориентационную работу с детьми и родителями, но и часть занятий организовать в полевых условиях. Для этого депутаты предложили использовать базу лагеря «Монолит».